Расклад на поле боя сложный. Они закидывают нас планирующими бомбами. Ракеты прилетают и в Львовскую, и в Ивано-Франковскую область. И с этим, конечно же, что-то нужно делать. И что самое интересное, кажется, даже на болотах есть понимание, что будет найден военно-технический ответ на эти преступления. Они заинтересованы в том, чтобы нас остановить, а еще лучше отбросить назад. И к этому принимают все силы. Этот пакет помощи достаточно серьезный. Кто-то говорит, а 30 миллиардов останется на американских складах, это просто повесить на Украину. Нет. Байден передавал более 50 раз так называемую программу PDA, президентские прямые распоряжения. Он просто с любого склада армии США, европейского, азиатского, какого угодно, снимает, отправляет любые вооружения. Нет нижней планки, которому говорит, господин президент, ракет должно быть 100 тысяч, меньше опускаться нельзя. Он принимает решение. Эксперт-гений раскрыл план украинского командования остановить российское наступление и откинуть российских оккупантов назад. Нас раскрыли, потому что это действительно является хитрым и очень опасным планом Генерального штаба Министерства обороны Украины. Топ-секрет. А тут просто все выдали в прямом эфире. Тут институт изучения войны говорит, что будущее войны, оно зависит от очень многих факторов. Что будет происходить в России, в Украине, на Западе, как ритмично и вовремя будут поставлять нам оружие и боеприпасы. Я смотрю, не эксперты, просто сборище капитанов очевидности. Но вот это вот мордолицо российского эксперта, оно поведало нам, как мы будем еще чуть-чуть продержаться, но все-таки будем отгонять российские самолеты, которые бросают бомбы по нашим городам. И по этой же программе он Атакамса отправлял, и по этой же программе он может отправлять в том числе более смертоносные ракеты. Мы всегда говорим Storm Shadow там, а вот немцев нагибают, по-другому вот никак не назовешь, Шольц пока сопротивляется по Таурсу. А передовая ракета американская называется JASM, я напомню, что у них есть тройка специальная, три разнотипные ракеты, задача которых прорывать наше ПВО и со стороны Украины долетать до Москвы. Это ракета HARM, которая как приманка, вернее противорадарная, которая бьет по радарам. Это ракета MALP, отвлекающая, которая должна закрывать условно как летящий РЭП. И потом ракеты прорыва JASM, летящие на тысячу километров. Передадут они их или нет, мы не знаем. Мы видим, что сейчас готовится комплексы F-16 в большом количестве, уже сказали, Румыния. Тренд войны такой, что передадут все, что нам необходимо. Вопрос времени и цены. Потому что на войне это один из самых ключевых моментов. Вот когда мы говорим о том, что были нанесены удары по ТЭСу в Львовской, военно-франковской, Днепропетровской области, то как это произошло? Ну, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 стартанули из-за авиабазы Оленья. Это прямо на границе с НАТО. И бомбили наши города. Вообще вот фраза. Стратегические бомбардировщики России бомбили украинские города. Это же... Этому нет прощения. Это никогда нельзя забывать. Ну и еще раз. Тут же прямым текстом нам говорят, что с нами хотят сделать. И бывает, я че! Будет еще больше убитых! Я еще раз говорю, мы убьем! Будет больше убитых! Вот я тебе объясняю, мы убьем всех! Есть такая народная мудрость. Если кто-то угрожает вам убийством, то к этому нужно отнестись серьезно. Мы так и сделали. Суть по всему и наши западные партнеры тоже. Потому что в данном случае степень угрозы англичанам и украинцам, она особо не отличается. Ведь смертью угрожают всем. И Украине, и странам Запада. Хотя, что-то за формулировка. Ведь Украина и страны Запада. Украина это и есть Запад. Вот ракеты Payway. Это британские ракеты, которые делает британский филиал американских компаний Raytheon. То есть, когда здесь говорят о том, что ВПК Великобритании не существует, оно существует, только оно все американское. И когда Сунок говорит, давайте там 2,5%, это все туда, в Америку. Ну и британским филиалом американских компаний. Так вот, вот это планирующий боеприпас, точнее, корректированная авиационная бомба, она отличается от наших планирующих авиационных бомб. Тоже там используется обычная, но у нее есть целый блок, который стоит больших денег. Примерно одна бомба обходится порядка 200 тысяч фунтов стерлингов. Ее считается высокоточным оружием, которое можно запускать с самолетов типа Торнадо или Еврофайтер. Была информация о том, что переоборудуют МиГ-29 и Су-27, но, скорее всего, она пойдет в комплекте с Ф-16, которые, как уже было сказано в некоторых зарубежных источниках, будут базироваться на территории Румынии, потом перелетать будут на территорию Украины и с этой территории будут наносить удары. Я не знаю, откуда будут перелетать эти самолеты, но они точно будут наносить удары по российским оккупантам. И здесь ошибки нет. Мне еще очень нравится дискуссия на Западе, да, они начали это проговаривать, в том числе республиканцы, о том, что, ну, хватит играть уже в поддавки, но раз передаем Атакамс, они для чего нужны? У них там прям в тактико-технических характеристиках написано, что в случае чего неплохо бы бахнуть по аэродромам базирования тактической авиации. И да, эти самолеты они вывели с территории оккупированного Крыма, ну, например, в Воронежскую область. Ну, почему не бахнуть по Воронежской области? Ну, тем более, говорят, что это некий мем, бомбить Воронеж. Ну, мы бомбить Воронеж не будем, а военные аэродромы будем. Я убежден, что будем. Сначала полетят БПЛА, а потом что-то потяжелее. Потому что беспилотники, они, конечно, нам приносят радость, когда их сбивают российскими НПЗ. Но летят они медленно и несут не так много взрывчатки. А хотелось бы Бавовну на тысячу килограмм отправить. По нашим позициям или по тем районам, которые они считают суверенными. Также такая же формулировка сопровождает и поставку ракеты Атак МС. Если мы говорим про суверенные территории, которые признает Запад, это, прежде всего, Крым. Крым, это не только военные объекты. Мы не забываем, что Крым является нашей всероссийской здравницей. Может быть, открыть курортный сезон. И вот, я думаю, что как раз вот эти ракеты 300 километров, которые будут летать, это прямая экзистенциальная угроза для Российской Федерации. Сразу хочу предупредить, что в этом году курортного сезона в Крыму не будет. Ну или будет, называться он будет имени святого Кирилла и его друга Новоселя. Ну, вы понимаете, о каких организациях я в данном случае говорю. Вот эта вот фраза, экзистенциальная угроза, да, то есть постоянная, такая жизненная угроза. Вопрос в чем? Что они же об этом говорят в контексте того, что вот Украина существует и им угрожает. Так вот, не было у нас таких ракет до полномасштабного вторжения. И если бы не было полномасштабного вторжения, эти ракеты никогда бы у Украины не появились. А сейчас, судя по всему, ну, американцы, они все-таки немножечко добавят нам оружие в части дальности, высокотехнологичности, ну и заодно потестят свои ракеты класса воздух-воздух по российским целям. Мы готовы тут тестировать на российских оккупантах любые американские разработки. Ведь раз Путин хочет чего-то стать центром геополитического мира, то надо посмотреть. А на практике американские ракеты сбивают Су-34 и Су-35. Если ракета летит на тысячу километров, то вам по логике должна доставать со всеми вытекающими последствиями. И Ту-95 тоже интересная цель. Воздушная, хотя лучше, конечно, бить сразу по аэродромам. Продолжение следует...